Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Кройка и Шитьё Галина Коломейко. И мы продолжаем с вами обзор тех моделей, которые вы предложили разобрать в швейном клубе в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Мы с вами смотрим синего платья с отделкой вот с такой вот оригинальной. Оно свободного кроя и с V-образным вырезом. Я бы хотела обратить ваше внимание именно на этот вырез. Посмотрите, он хотя бы V-образный, но в то же время уголочком. Сделан на расширенной горловинке. То есть вот этот вырез не острый и глубокий, а широкий. И вот это тенденция сегодняшнего дня. Оно тоже простое, может быть выполнено из любой ткани. Подойдет очень и очень многим. Оно свободное, оно не приталенное. Нет здесь никаких талевых выточек. Прибавка по груди наша любимая 4-5 см. Прибавка по рукавчику 5-6 см. Рукавчик вы видите 3 четверти. Прибавка по бедрам 3-4 см. А-образный силуэт. Базовая конструкция. Нагрудная выточка переведена в боковой шов. Тоже ничего абсолютно особенного моделировать здесь не нужно. Просто вы берете любую понравившуюся вам ткань. Конечно, такую, какую мы любим. Я думаю, больше всего здесь трикотажное полотно все-таки подходит. Ну или какая-то тяжелая ткань, вискозная. Добавляете какую-то отделку. Вот такой вот вырез. Чувствуете себя комфортно. Ткани будут смесовые для того, чтобы платье не мялось. Я думаю, да. Но оно не должно стоять колом. Не должно быть легким. Не должно быть выполнено из какого-то хлопка. Из какого-то хлопка или из какого-то льна. Вот такое вот платьице. Следующее платье выполнено из трикотажного полотна и шифона. Сама идея этого платья мне нравится. Потому что действительно нам очень удобно сочетание трикотажа. Мы можем сделать трикотажный верх. Да, из трикотажного полотна с маленькими прибавками. Ну как маленькими? Конечно, не в обтяжку. Но чтобы они не создавали лишнего объема. Вы знаете, что трикотаж он пластичен и ложится хорошо по фигурке. Если прибавочка там 3 сантиметра, даже может быть 2 сантиметра по груди, то это не создаст лишнего объема. Прибавка по талии, конечно, обязательно должна быть, чтобы не обтягивала нас в этом месте. Тоже минимум 3 сантиметра. Прибавка по рукавчику, обхват плеча. Тут может быть 3-4 сантиметра, 5-6 сантиметра. Было как-то иначе, немножко попроще. Не делала бы вот таких вот каких-то элементов, типа вышивки какой-то на груди бы не делала. Да, может быть, сделала бы, решила бы на каких-то вертикальных линиях. Но сочетание трикотажного верха, тянущегося и не тянущегося широкого, такого низа динамичного, это очень-очень удачное решение. Но выполнить надо это как-то немножечко иначе. А вот это платье простого, из простого трикотажного тоже полотна, с карманами в боковых швах, это просто базовая конструкция. Тоже здесь говорить лишнего по моделированию, ничего не надо. Наши любимые с вами прибавки, так, чтобы было не в обтяжку и было, тем не менее, достаточно свободно. В данном конкретном случае, если это трикотажное полотно, довольно фармоустойчивое, типа джерси, нагрудная выточка из бокового шва, рукавчик прибавка 5-6 сантиметров я бы сделала, несмотря на то, что вот он здесь такой маленький, да, прибавка по груди 4-5 сантиметров, талии не фиксируется, не акцентируется здесь, прибавка по бедрам 2 сантиметра, я думаю, для карманов будет маловато. Также 3 сантиметра, 3-4, может быть, сантиметра, и вот такое вот простое платье, 3 четверти рукав, можно сделать немножко побольше вырез, украшение, почему нет. Изюминка этого платья, я считаю, вот такие вот рельефные швы, которые сделаны, декоративные украшения, да, они сделаны с помощью шнура, который настрачивается наизнаночки, особым образом, технологию, я думаю, вы можете подсмотреть в любом случае в интернете, но вот такие выпуклые швы, сделанные декоративно, думаю, украсят любое спокойное однотонное наше платье, они могут быть распространены где угодно, и в районе кокетки, если надо подчеркнуть верхнюю часть своего изделия, или наоборот внизу, или наоборот по линии бедер, вот эта идея мне показалась интересной, я предлагаю вам взять ее на вооружение. Следующее платье из мягкого трикотажного полотна, оно раскрешенное книзу, и вы видите, что там есть и полурельефы могут быть, и средний шов по спинке может быть, но тут тоже ничего особенного, вот из мягкого трикотажного полотна можно шить обыкновенную базовую конструкцию на особенную фигурку, со всеми необходимыми, как вы знаете, нам полурельефами, раскрешайте это все немножко книзу, если это трикотажное полотно, значит, низ, естественно, весь упадет, будет лежать красиво, хорошо, не создавать лишних объемов, если это трикотаж, то прибавки могут быть и поменьше, прибавка по рукавчику там 4-5 сантиметров, прибавка по груди 3-4 сантиметра, прибавка по бедрам лучше 3 сантиметра, можно побольше делать, прибавка по талии 4-5 сантиметров, вот такие прибавочки я бы рекомендовала сделать для данного покроя, ну и любое трикотажное полотно, вы знаете, смесовое трикотажное полотно, из поливискозы, из какой-то практично, удобно, хорошо, и всем всегда подойдут, это наша база. А вот следующее платьице, нарядное, мы видим вот здесь вот по рукавчикам какие-то отверстия сделаны, да, мне такая идея не кажется интересной, потому что все, что как бы размывает вот этот наш плечевой пояс, не делает его четким каким-то привлекательным, ну, вот такое платье я бы не рекомендовала вам, хотя идея, может быть, и покажется кому-то интересной, но на мой вкус она не очень-то хороша. Продолжение нашего обзора в следующем видео.